всем привет сегодня у нас лекция про двери значит вот александра вам расскажет из чего они состоят какие они бывают высота открывания способы открывания ручки фурнитура насколько они звукоизолированы насколько они хлопают не хлопают какие там дверные упоры я не знаю наверное тоже стоит затронуть вот меня как дизайнера всегда когда спрашивают какую дверь выбрать я всегда отвечаю так дверь главное или не главное в интерьере если главное то мы выбираем по красоте чтобы она была нарядная совсем чем только можно со всеми вензелями и наворотами а если она не главное то наверное она должна быть как фон ну например как дверь наверное скрытого монтажа ну или в цвет стены там с какими-то филенками чтобы показать какую-то архитектуру вот для меня как дизайнера вот это вот важно ну а все остальное из чего дверь состоит там она бумажная или деревянная или какая то есть насколько она прочная вот александр сегодня вам все будет рассказывать пожалуйста сегодня мы находимся с вами фирменном салоне фабрики профильдор с пометкой дизайн то есть этот салон который как раз ориентирован на работу с дизайнерами архитекторами и всеми кто так или иначе занимается творчеством в жилом пространстве наших с вами любимых клиентов два слова буквально фабрики профильдор с эта фабрика с более чем 20-летней истории которая но на сегодняшний день в дверях делает практически все и все это она либо заимствует либо испытывает на европейском пространстве потом уже несет на российский рынок об этом я сегодня еще отдельно скажу в чем это проявляется и выделяется у фабрики профильдор с есть четыре основных направления первое направление это традиционные двери в зале которых мы сегодня находимся с чего и начнется наш с вами рассказ второе направление это алюминиевые двери и здесь я не скривлю душой сказав что фабрика профильдор с на сегодняшний день в исполнении дверей из алюминия наверное имеет самый большой ассортимент мы не единственный кто этим занимается но один из самых больших ассортиментов и во второй половине нашего сегодняшнего общения я расскажу почему и что мы имеем в ассортименте третье направление это разнообразные конструкции которые опять же могут быть использованы в интерьерном пространстве до в жилом пространстве это разнообразные конструкции с фрамугами разнообразные раздвижные системы о которых мы тоже сегодня с вами поговорим и четвертое направление это доп ассортимент без которого ну просто нельзя укомплектовать жилое пространство или возможно даже коммерческое чтобы картинка была единой это имеется виду стеновые панели декоративные рейки плинтуса и прочее 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 вот поэтому об этом мы сегодня тоже с вами поговорим первое мы находимся в зале традиционных дверей здесь у нас с вами три основных конструктива два классических которые используют ну просто наверно с первых дней когда человек задумался о том что ему нужен не камень чтобы задвинуть свою пещеру в которой будет он жить да когда начали уже делать современные двери то есть первое это двери царговые либо подетальные на так называемые вот прошу обратить внимание на этот элемент что из себя представляет конструктив данных дверей из названия уже понятно подетальная сборка соответственно дверное полотно она состоит из нескольких деталей их в зависимости от моделей от задумки дизайнера который производит дверь может быть абсолютно разное количество то здесь есть так называемые стоевые есть так называемые поперечные и варианты филенок филенки могут быть объемные это могут быть вообще не филенки могут быть вставки из стекла плоские то есть здесь нет предела фантазии вот в чем преимущество данной конструкции что внутри то есть внутри у нас вот наши двери в разрезе да то есть внутри у нас обязательно идет бруски древесины причем хочу обратить внимание на два момента первый момент даже если вот здесь в разрезе вы посмотрите каждый брусок по отношению друг другу он имеет перпендикулярное направление волокон почему потому что древесина при экстремальных условиях она движется расширяется да то есть там набухает когда попадает влага либо когда влаги наоборот маленькое отсутствие она сужается соответственно когда бруски рядышком имеют разное направление если один брусок среагирует на экстремальные условия внешней среды соседний не даст ему сделать какие-то движения потому что он по идее должен расширяться в другом направлении за счет этого достигается отличная геометрия и устойчивость к экстремальным условиям в нашей среде ну на урале конкретно это очень актуально потому что у нас отопительный сезон начинается отопительный сезон заканчивается влажность помещения меняется любая древесина на это может среагировать далее если мы посмотрим опять же на этот разрез каждый брусочек аккуратно окутан мдф сразу оговорюсь это ни в коем случае не делал не для удешевления потому что на сегодняшний день мдф ничуть не дороже а то и ничуть не дешевле а то и наоборот дороже чем древесина традиционных пород дерева которые у нас здесь встречается вот древесина здесь хвойные породы дерева ну потому что они у нас произрастают с ними нет никогда проблем с поставками интересный факт такой исторический допустим в испании у них с хвойными породами но не очень хорошо для производства испанских дверей используются груши ну просто интересный факт из истории скажем так вот далее когда мы собрали эту деталь после этого уже и происходит нанесение финишного покрытия то есть нашем случае финишное покрытие используются это либо немецкое покрытие юни лак они у меня отдельно потом расскажу и финишное покрытие то вот инновационные мали у нас вот на этой двери не представлены про них я тоже отдельно расскажу сегодня вот что это обеспечивает никаких мест склейки то есть как у старых советских дверей там ничего не ну не за что зацепиться ничего не будет отходить то есть внешний вид вашей двери максимально защищен еще на этапе сборки и после того как мы окутали каждую деталь только после этого мы ее собираем получаем цельную конструкцию которая обеспечивает стабильность в экстремальных условиях и полностью защищена без каких-то мест стыка куда могла бы попасть опять же звучит повышенная влажность то есть это вот случай когда клиент задает вопрос как эти двери будут себя чувствовать там например в ванной комнате да прекрасно не буду себя чувствовать потому что древесина максимально защищена дверь будет стабильной проживет очень долго вот это что касается конструкции сборно-разборной вторая конструкция которая опять же общепринятая на дверном рынке во всем мире да эта конструкция монолитных дверей да то есть так называемая каркас на щитовая то есть здесь никаких деталей у дверей нет то есть это цельная конструкция цельное полотно что она из себя представляет внутри внутри идет также по периметру каркас из переклеенных хвойных пород дерева в каждый брусочек идет без червоточин без смоляных карманов ну то есть максимально высокого сорта далее идет внутри усиление в зонах где будет в резко фурнитуры и усиление каркаса ну то есть так называемые ребра жесткости до чтобы наше полотно опять же не изменило геометрию в процессе эксплуатации и оставшееся пространство она заполняется так называемым с отопаками что это из себя представляет к сожалению ну такую внутрянку образца у нас не да ну просто она скажу так не произведет вау-эффекта но о том что она есть вы должны знать по факту визуально это напоминает пчелиные соты то есть это из плотного гофрокартона идут идет сотовое наполнение обеспечивая огромное количество граней внутри полотна что опять же обеспечивает устойчивость на удар да то есть полотна пробить ну невозможно будет это первое второе обеспечивает прекрасную звукоизоляцию за счет того что звук в этих сотах рассеивает то если кто-то был когда-то звукозаписывающих студиях там часто идет оформление стен да то есть с такими гранями покрытием которые как раз обеспечивают звукоизоляцию принцип здесь тот же самый то есть двери каркасной щитовой конструкции это двери с одной из самых высоких звукоизоляции чтобы понимали в среднем звукоизоляции подобных дверей опять же это зависит от многих факторов да то есть какие стену вашего заказчика есть порог или нет да но в идеальных условиях когда прекрасные стены когда установлен порог звукоизоляция до 25 децибел достаточно хорошая для домашней эксплуатации конечно это будет рок-концерт его будет слышно но когда ребенок смотрит а мультики на ю тубе и так далее вы спокойно можете закрыть дверь и посидеть почитать вопросы по той или иной конструкции да здесь звукоизоляция лучше то если мы говорим про сборно-разборные опять же оговорюсь в идеальных условиях когда вашего заказчика там монолитные глухие стены да там толстенные вас стоит порог и так далее то есть у сборно-разборной конструкции 18-22 децибелу примерно то есть пониже чем здесь есть 25 ну до 28 доходит отлично вопрос вот это прям прям шикарный вопрос смотрите двери царгового исполнения это двери которые ремонтопригодные без проблем то есть если у вас что-то произошло разбилось стекло поцарапали стоевую поцарапали филенку любой из этих элементов он заменяем и то есть человеку не нужно будет менять дверь в случае с этими дверями ну в 95 процентов случаев дверь полотно под замену то есть здесь ну так как других деталей нет соответственно отремонтировать их будет проблематично либо очень дорого до в зависимости от покрытия которое происходит в большинстве случаев дешевле поменять полотно заказать чем заниматься реставрации чтобы вы понимали мы проводили эксперимент потому что вот это самый распространенный стереотип что вот в такие двери их легко пробить я даже от одной девушки слышал когда что она там было по лентяйкой бахла лентяйка и пробила дверь но это все мифы мы взяли вот плюс-минус вот такую же дверь пригласили среднестатистическую девушку там 55 55 58 килограмм она пришла специально по нашей просьбе на шпильках мы положили это полотной предложили попрыгать на этой двери ну все мы знаем физику там чем меньше площадь там до сверху ну то есть по сути если под дверь можно было и пробить лентяйка девушка на шпильках вошла бы в нее как нож в масло до теплое максимум что было до повреждения как бы финишного покрытия то есть какие-то царапки не пробила для меня это лучший показатель как бы качество мы повторюсь мы подолбим там ну это невозможно все покрытие зависит то есть если это погоду смотрите если это у нас покрытие древесное да то здесь мы будет достаточно сложно там реставратору подбирать цвета потому что там переход цветов очень большой с однотонным проще безусловно если это маленький скол здесь проще и опять же как я сказал все зависит от покрытия то есть в нашем случае есть два покрытия то есть покрытие юнилак про которое сказал да если мы про однотонные отделки делаем там будет сложнее отреставрировать есть новое эмалевое инновационное покрытие вот это где прокраска идет в массе да и она при мелких царапках да при мелких сколах она ну вы не увидите его даже то есть она будет видно что появилась фактура да какая-то от царапки там от скола ну опять же от глубины зависит если вы уже там пробьете до мдф до древесины вы ее увидите но обычные бытовые какие-то царапки мелкие сколы это будет только фактура они на определенную толщину как любая эмаль да и имеют один цвет вот и третье вот третье как раз конструктив о котором я хотел поговорить это конструктив внешне очень похожи на двери каркасно-счетовой конструкции но в данном случае каркас сделан из алюминия то есть здесь древесины внутри нет каркас сделан из алюминия благодаря чему вот эта дверь уже становится полностью ремонтопригодной то есть у нас здесь алюминиевый каркас который не среагирует не на температ не перепады температуры но про бытовые мы естественно и говорим да не на влагу то есть дверь будет идеальная в любых экстремальных условиях наполнение также идет сотопаками что обеспечивает отличную звукоизоляцию и устойчивость и лицевые и обратные панели то есть первое если здесь у вас уже идет повреждение допустим повреждение панели вы просто снимаете меняете на новую панель заказывайте если у вас повреждение там допустим алюминиевого торца по каким-то причинам вы также можете заказать отдельном стоевую либо поперечную заменить ее то есть дверь полностью разбор на это первый плюс данных дверей второй плюс данных дверей это более облегченный вес что гарантирует вам что в процессе эксплуатации вас не провиснут петли хотя по фурнитуре это отдельная история у нас отличные итальянские петли либо крона коблинс либо от живи эклипс которую изначально выдерживает вес практически в два раза больше чем полотно которое на них навешивается вот третий плюс несомненно это что можно эти сделать двери двухсторонние то есть например по вашей задумке у вас лицевой стороны может быть одно исполнение один декор с другой стороны он может быть другой ну и если клиент у вас там конечно сейчас крайне редко встречается когда люди с одним дизайном живут больше там пяти лет но тем не менее если это произошло и клиент решил что-то обновить у нас просто заказать отдельно панели приедут специалисты данного салона заменят эта дверь будет уже совершенно другая то есть она может быть там с просто гладкой панелью может быть с какой-то фрезеровкой да ну и можно здесь поиграться элементарным цвет то есть клиент поменял штукатурку либо обои либо покраску стены соответственно сменил панели все то есть не надо тратить большие деньги для покупки новых дверей нет что касается вот пока ножа то есть если мы пока наш у нас может быть разнообразный то есть если мы говорим про данный случай то да она будет такой но опять же это алюминий который ну теоретически вы можете покрасить и дома да как бы ну но лучше конечно купить новый вы нужны цвет совершенно верно он может быть не только черный вообще на сегодняшний день мы предлагаем палитру из 12 цветов да именно по алюминию то здесь достаточно большое разнообразие собственно говоря огромное разнообразие тут и золотой и бронзовый зеленые синие да ну вот шампань здесь то есть это все вот варианты прокрасов в которой мы можем покрасить алюминиевую конструкцию но и опять же индивидуально есть возможность покрасить порал то есть у нас такой опыт тоже уже есть вот конечно 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 и более того скажу ну не то что похвастаться просто поделюсь с вами информацией что собственник фабрики профильдор сделал классную покупку он приобрел оборудование для покраски такого масштаба чтобы понимали ближайшие подобное оборудование которое может делать просто невероятные вещи там и перламутровую покраску и так далее ближайшие по таким возможностям оборудование находится в западной европе у компании bosch в россии у фабрики профильдрос у единственное есть вот оборудование которое позволяет делать невероятные вещи почему у нас и базовые большой выбор прокрасов и можем мы покрасить порал потому что есть вот этот оборудование по конструктивам традиционных дверей еще вопрос есть смотрите что касается фурнитуры фабрика профильдор делает на всю производимую продукцию врезку под конкретную фурнитуру то есть заменить замок вы сможете на аналогичный то есть в данном случае у нас пользуются замки итальянской фабрики а джи би то есть это на сегодняшний день эта фабрика этот бренд это стандарт качества как нужно делать фурнитуру то есть замочно-скобяные изделия вот поэтому если у вас сломался замок то вы просто можете также обратиться в магазин приобрести новый замок и просто его поставить это не проблема ну не примерно такой же а конкретно такой же то есть это джи би 190 190 модель по размеру это не редкий замок вы действительно практически в каждом магазине вы сможете купить то есть у вас проблемы там с дефицитом данных замков не будет то есть если вам удобнее магазин который ближе к вашему дому с вероятностью 90 процентов там эти замки есть то есть но это мировой бренд который распространенные собственно говоря мы его и используем потому что они имеют один из самых высоких там уровней качества и доверие у покупателей в том числе ну и у нас как у производителей поэтому с этими конкретно замками проблемы нет не будет более того как я сказал фабрика делает врезку непосредственно заводе на производстве на высокоточном оборудовании что вам гарантирует то что не будет никаких проблем в нестыковке либо в повреждении полотна потому что но к сожалению многие хотят сэкономить сэкономить чаще всего именно на мастерах которые производят монтаж дверей ну либо просто человеческий фактор может сыграть до фреза как-то не так дернулась полотно повреждено вам опять тратить время деньги там на замену всей этой истории вот поэтому фабрика это делает на высокоточном бруне тем более далеко не каждый специалист возьмется за врезку в алюминии это нужно иметь определенное оборудование определенные фрезы ну то есть удовольствие не из дешевых вот поэтому всегда прекрасно когда производитель уже позаботился о вас до вашем комфорте о том что у вас все будет хорошо это первый момент второй момент бывает такая история когда клиент купил классные двери там все супер но надо на чем-то сэкономить и покупает недорогую китайскую фурнитуру к сожалению такую тоже бывает ну вроде замок он и в африке замок да но эти замки очень часто своих владельцев загоняют в ловушку когда любимые супруга либо ребенок пошли на там например санузел да и замок заклинило отец герой выламывает дверь и никто не скажет что замок плохой двери плохие понимаете в чем дело поэтому чтобы сохранить все нервы сохранить всем деньги мы предлагаем классные двери с классной фурнитуры и уже с врезаны на производстве на высокоточном оборудовании чтобы ну совсем ни у кого проблем не было в том числе у специалистов которые будут осуществлять их монтаж очень важный момент чтобы вы понимали ценообразование как я и сказал вот первые два конструктива это общепринятые во всем мире да то есть это наше ноу-хау а первые два это общепринято соответственно плюс минус наполнение у всех производителей одинаково в том числе у итальянцев и так далее соответственно вот эта цена которая входит она примерно одинаково все остальное за что вы и ваш заказчик платит первое это дизайн второе это финишное покрытие потому что ну вы платите за это то есть если мы говорим про двери там шпоне например вы платите за ценную породу дерева которая накутана да если мы говорим про эмали вы покрытие вы платите именно за качество эмали за качество покрытия то есть насколько она классная да вот вот так образуется цена обосновывается цена за то покрытие которые за эти двери которые вы приобретаете еще вопрос так нет это гофрокартон и давайте вот а слога фарка сходим потому что он всех смущать называется это сота паки да то есть тут наполнение смотрите суда паки содержится только в монолитных дверях то есть в дверях каркасно-счетовой конструкции в дверях с сборно-разборной конструкции опять же возвращаемся к нашему наглядному пособию ничего подобного нет то есть филенки они идут чаще всего только из мдф ну в зависимости от их толщины иногда когда это более толстые более массивные филенки там допускается присутствие древесины но реже то есть чаще всего они идут более облегченные по сравнению с стоевыми поперечными то есть на них идет фрезеровка какая-то да то есть чтобы придать определенный дизайн ну ну это один из способов да то есть ну я думаю что подойдя к такой двери вы сразу видите что раз деталь два деталь три деталь да в данном случае одна деталь все но ничего больше нет я думаю что это если у вас прям очень тонкий слух музыкальный да вот но в целом нет то есть ну это на самом деле видно визуально то есть когда у вас дверь из нескольких деталей либо из одной ну либо уже если здесь вы не можете определить туда вот эти вот места примыкания они конечно выдадут дверь сборно-разборной конструкции теперь по покрытием как я сказал смотрите в нашем случае нет пвх нету cpl пленок и так далее да то есть это вот разновидности искусственных покрытий не недорогих в нашем случае есть юни лак и новое эмалевое покрытие чем эмалевое покрытие отличается от классической эмали чтобы было понимание то есть есть классическая эмаль это крашеные двери да ну все мы с ними сталкивались у разных производителей как происходит там производство есть у нас детали либо есть цельное полотно далее наносится в зависимости опять же от технологии у разных производителей либо это наносится специальное покрытие из бумаги либо наносится специально искусственное покрытие и потом на производстве в покрасочных камерах это все красть то специальные станки которые прокрашивают в несколько слоев все это сушится и вы дальше уже идет на производство ну на упаковку чем какие преимущества имеет и особенности такое покрытие преимущество в том что они подлежат реставрации ну то есть так же как автомобиль да то есть у нас произошла царапка мы треть двери зашкуриваем красим по новой это возможно сделать но этим практически никто не занимается это дорого то есть в плане реставрации очень дорогое второе эмали как любая покраска зависимости от внешних воздействий она может трескаться то есть происходит трещины это опять же либо реставрировать либо с этим жить либо уже плюнуть и поменять да это я щас про эмали в дверь говорю не про наш сразу оговорюсь вот но есть преимущество таких дверей это вот я про особенности говорил преимущество в чем нет никакого разнотона они в большинстве своем все как близняшки ну то есть есть стандарт конкретного рала в которой фабрики красть осуществляют на этом плюсы закончились ну внешний вид вот чем отличается эмалевое покрытие это тоже эмаль но она наносится в промышленных масштабах на немецких заводах здесь и к нам она приходит рулонами то есть мы у себя на фабрике конкретно эти двери мы их не красим происходит следующая история идет рулон полипропилена по станку почему полипропилен потому что на сегодняшний день из искусственных покрытий это самое максимально экологичное покрытие да то есть мы часто в контейнерах используются да там полипропилен в одноразовых стаканчиках то есть это то чему мы доверяем это то что действительно безопасно да там не нет никаких хлоридов примесей так далее соответственно идет это покрытие рулон разматывается опускается полностью в емкости с нужным нам цветом и прокрашивается в массе вот в зависимости от того на какое на какую деталь на какую конструкцию пойдет покрытие толщина полипропилена отличается от 200 до 400 микронов вот но благодаря тому что это прокрашивается в массе мы получаем эффект вот как раз тот про который я говорил когда это у нас идут маленькие царапки либо какие-то порезы да то есть у нас на всю толщину это будет один цвет вот пожалуйста вариации нашего эмалевого покрытия причем прошу обратить внимание вот на эти перламутры берите попустить пожалуйста по кругу после того как это покрытие прокрашена в массу она еще покрывается двумя слоями флака и у нас получается такой с вами сэндвич какие преимущества в отличие от традиционной эмали дает это сэндвич первое это облегчает жизнь нам как производителю да потому что мы начинаем начинаем с ним работать ну скажем так не не нужно красить это на производстве второе благодаря тому что в основе идет полипропилен мы получаем достаточно эластичное покрытие которое не трещит в отличие от эмали то есть если продукция в процессе в экстремальных условиях будут им какие-то микро движения совершать на ней не появятся трещины полипропилен вот за счет этой эластичности будет двигаться вместе с этой деталью это второй момент и третий момент это более высокая износа стойкость опять же за счет того что сверху идут еще слоевого флака эмаль не протирается ну в бытовых условиях опять же я имею ввиду потому что наверняка вы часто видели ну либо будете посещать магазин двери обратите внимание что в зоне ручки например где часто идет соприкосновение там начинают появляться потертости в каких-то частях можно увидеть глянцевые отблики за счет того что опять же ее там терли когда протирали дверь либо в процессе пока ее везли они терлись на обычной эмали появляются вот это лоснящиеся глянцевые такие вот полоски на нашем покрытии этого не появится то есть вы получаете эмаль эмалированные двери без особенности эмали то есть менее прихотливые в процессе эксплуатации менее прихотливые в плане уборки и это очень круто то есть это вот действительно такое ноу-хау которое мы привезли от наших немецких коллег что касается вот традиционных дверей у меня пожалуй все единственное вот еще хотел добавить отличие между сборно-разборными каркасно-счетовыми сборно-разборные имеют ограничения по изготовлению по высоте до 2 400 это максимальная высота который мы можем сделать значит смотрите по высоте сборно-разборные до двух четырехсот что касается монолитных до трех метров высота все что выше трех метров теоретически изготовить можно но она будет не совсем цельной потому что плиты мдф которые произвел ну которые поступают на производство которые могут сделать наши поставщики они 305 ну 3050 миллиметров соответственно если мы хотим сделать еще выше 300 это будет стыковка это будет скорее всего молдинг да когда пойдет следующая часть не очень поэтому стандартно до трех метров по высоте шаг идет 50 миллиметров то есть мы можем сделать допустим с вами двери два ну там 2000 высотой 2050 2100 и так далее что касается ширины ширина у нас идет с шагом 100 миллиметров но здесь сантиметров вот и максимально возможная ширина это до одного метра как раз вот где сидят девушки за их спиной стоит полотно метровое то здесь вы как раз можете для сравнения да именно полотно то здесь именно метровое полотно здесь вы можете посмотреть как изменяется пропорции двери то есть насколько она визуально вот это максимально возможной по ширине ну реже бывает куда полотно больше просто это уже даже в плане эксплуатации будет не ну не очень комфорт нет минимальные до 350 ну то есть совсем но чаще всего такие полотна используют когда у вас идет двухстворчатая дверь да и вот которая стационарная которым пользуются исключительно когда занести крупногабаритную мебель и технику например да сейчас я вам расскажу о о очень важном моменте это о паганаже то есть о дверных коробках о наличниках какие они бывают какие системы есть смотрите есть у нас классический вариант исполнение двери которому все привыкли когда у нас полотно чуть-чуть утоплена да и наличник немножко выпирает то есть чаще всего это присуще дверям классического неоклассического исполнения вот он представлен здесь ну то есть это традиционно это есть у всех ну на этом я не вижу смысла акцентировать внимание разве что сказать что как у любой современной уважающей себя дверной компании у нас весь поганаж так называемый телескопический то есть данном случае это наличники идут г-образной формы которые просто вставляются в коробку в паз до своим шипом скажем так и когда клиент захочет переклеить обои или покрасить стену он просто вытаскивает наличник перекрашивает вставляет его обратно и двери у него опять прекрасно в визуальном виде вот ничего не клеится ничего на гвоздики не при не приколачивается то есть это полностью съемной конструкции ну здесь нервировать дмитрия мы не будем до вытаскивать это все да собственно говоря значит дверной короб имеет пазы г-образный наличник все мы вставили с двух сторон здесь наша стена до закрыли нашу стену при необходимости если стена у нас чуть-чуть побольше да это спасибо что мы всегда наличник можем чуть-чуть вытащить да если у нас есть необходимость если стену у нас совсем толстый да то используется так называемый доборный элемента которая облагораживает нашу стену внутри проема я думаю это все видели с этим сталкивались вот но для образа красивых современных дверей конечно такой вариант чаще всего не подходит и многие дизайнеры сейчас многие клиенты хотят чтобы полотно было с наличником в одной плоскости как вот здесь да то есть классическое исполнение современное исполнение когда наличник с полотно в одной плоскости в таком случае у нас используется система которую мы также позаимствовали у европейцев называется система дверей моноблоков чем она хороша помимо того что она позволяет сделать эффект полотно наличнику одной плоскости она позволяет облагородить пространство внутри проема толщиной до 380 миллиметров то есть 38 сантиметров без всяких доборов это будет монолитная конструкция ну то есть у нас получается вот эта часть с вами то есть дверной коробки она будет до 38 сантиметров тут вопрос не в экономии на самом деле по цене будет плюс-минус 3 копейки вопрос визуале либо у вас это будет забор будут из доборов внутри проема некрасивый да либо это будет цельная конструкция просто вот плюс-минус то есть проблема понимаете вот не в цене то есть человек который делает для себя что-то красивое да но наверное не захочет сэкономить то что повторюсь там цена разница в цене есть но она незначительная то есть она не стоит ну то есть того чтобы вот постоянно смотреть на вот этот забор когда у тебя из доборов состыкованно это все это первое второе то для монтажника все это стыковать если где-то что-то отпадет и так далее нет вот цельная монолитная конструкция она выглядит хорошо она не отпадет да ну то есть дверь выглядит совершенно по-другому то есть мы говорим про дорогой хороший дизайнерский интерьер это намного интересное более интересное решение чем ремонт своими силами когда вот из доборов эти заборы собирают конечно здесь соответственно это опять же возможность для нас с вами да то есть мы предлагаем вот есть вот такое решение это стоит вот столичка да и ну безусловно с чуть-чуть подешевле будет чуть-чуть ну то есть там не пропасть в цене да чуть-чуть подешевле будет но есть второй вариант ты там три копейки сэкономишь но у тебя будет вот этот формате примерно ну то есть если мы берем там подобно ну там подобную дверь но разница в цене наверно будет ну три три с половиной тысячи за дверь ну там будет у него примерно 68 с половиной ну то есть как то так но я думаю что это не те деньги ради которого стоит жертвовать своим визуальным комфортом вот образно так это первое третье вариант мы можем поставить практически любую дверь каркасно-счетовую вскрытый короб да то есть то что сейчас современно причем это может быть исполнение как дверей под покраску про них часы отдельно три копейки вставлю так и вот например подобную дверь мы можем поставить скрытый короб подобным то есть любую каркасно-счетовой дверь мы можем поставить скрытый короб да тут опять же все зависит от той задачи которую вы вставите перед нами в своем дизайн-проекте совершенно верно то есть ну вот у нас за место допустим вот двери под покраску там может стоять вот такая 2 3 исполнение это алюминиевый моноблок который также позволяет вам облагородить достаточно толстые стены цельным куском металла до без всяких стыков и обеспечить опять же визуально когда у вас полотно с наличником в одной плоскости это как раз для тех кто прям боится что у него там повышенная влажность или что-то подобное вот это идеальный вариант металлический короб его точно не поведет с ним точно ничего не будет максимум чего он испугается этой механики ну смотря какая у вас цель если прям хочется поковырять поковырять всегда можно но вы в любом случае его повредите да то есть ничего прям совсем идеального с точки зрения там механических взаимодействий не бывает вот у меня живет маленький котеночек но глядя на входную металлическую дверь по ощущениям что у меня живет тиранозавр то есть как бы повредить можно все при большом желании но это безусловно прослужит с точки зрения там адекватных внешних воздействий намного дольше то есть там когда вы будете протирать мыть шоркать там и так далее ножичком до повредить это алюминий вот это второе исполнение также скрытый короб и короб интеграл да они могут иметь реверсное открывание как представлена вот на этой двери да то есть мы можем с вами сделать двери как прямого открывания когда мы открываем ее на себя так и открывание от себя что тоже очень актуально бывает пространство в которых нужно чтобы дверь открывалась внутрь потому что здесь например висит портрет любимой тещи который ни в коем случае закрывать нельзя поэтому нужно заходить внутрь помещения до только это обусловлено чем то есть когда вы сделаете дверь скрытого монтажа во первых вам нужно здесь запомнить очень глажен главный момент все что касается скрытости это все устанавливается на этапе черновых работу когда у вас уже выведены стены все покрашены все остальное очень нехорошим словом будет вспоминать вас строитель которому это все придется ломать устанавливать и потом опять шпаклевать и так далее поэтому очень важно это запомнить и соответственно отсюда вытекает почему именно алюминиевые ну металлические да эти короба потому что когда идет шпаклевка это влажные работы естественно древесина при высоких влажных работах реагирует поэтому металл это плинтус именно наш соответственно это тоже большое преимущество что вы берете дверь например в покраске шампаника год наша перегородка да и в этом же цвете вы можете заказать алюминиевый плинтус который будет во первых в одной плоскости со стеной во вторых он имеет как раз вот этот хвостик который позволяет закрыть технологические зазоры у напольного покрытия то есть минималистично красиво и интересно что касается еще замков вот мы с вами говорили да то есть в большинстве своем как я и сказал у нас используется классический проверенный годами 190 замок от gb либо по вашему желанию и задумке у нас есть также этой же компания gb замки touch да то есть магнитные замки touch которые ну открывая которые да ну не нужно использовать ручку с нажимом да то есть вы можете использовать ручки скобы и они могут быть да 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 то есть здесь ручка она не взаимодействует замком то есть она именно как декоративный момент поэтому здесь вы да ну пожалуйста здесь можно руль можно рога оленя приделать почему бы нет в доме охотника и этот замок то есть как обратного так и прямого открывания вы можете использовать и дать волю фантазии конечно почему нет то есть нет что вы понимали да нет чтобы вы понимали здесь замок никуда не заходит то есть он держится именно вот на магните соответственно с ноги головой друга с чем угодно можно открыть эту дверь да это очень удобно и очень часто подобные вещи то есть у нас используется когда комплектуются там например те же рестораны когда идут вот эти барные двери да то есть чтоб она от ветра не болталась но в то же время чтоб официантам например да спокойненько да там открывается в две стороны то есть у нас есть возможности исполнения вот этой барной истории то есть там отдельные петли отдельные короба эти же самые двери этот же самый замок да то есть он фиксирует от внешних воздействий но при легком нажатии вы спокойно проходите либо в ту либо другую сторону а вот если про фурнитуру говорить если в дверях вот бывает снизу такая щеточка которая вниз выпадает отличный вопрос изоляции да как раз сейчас к этому элементу мы приходим это пороги сейчас многие дизайнеры уходят от классического порога об которой мы ходим запинаемся там отбиваем себе мизинцы да там особенно ванных комнатах и так далее поэтому дверники все это не скажу что это только наша задумка да то есть но у нас это тоже есть начали использовать пороги гильотины так называемые то есть они монтируются уже не в пол они монтируются с нижней части полотна когда происходит монтаж у вас на торце двери со стороны петель появляется тут небольшой элемент такая кнопочка да и когда вы закрываете дверь эта кнопочка нажимается о коробку и порог опускается более того я тут на одном объекте увидел очень крутую вещь у нас есть так называемая система инфинити вот здесь она представлена это когда у вас сверху нет перемычки под потолком давайте подойдем сюда и снизу нет перемычки когда у нас с вами полотно идет в потолок да и у нас с вами не только пол идет сплошным полотном да там через все помещения но и потолок идет сплошной и соответственно здесь аккуратненько проходим да то есть у нас верху ничего нет то есть потолок он как шоу так и идет да и у нас для того чтобы как раз сделать максимальную герметизацию подобный порог гильотина был установлен и в нижнюю часть полотна и верхнюю то есть он при закрывании гильотина поднималась вверх и опускалась вниз из от ну то есть в любом случае как бы она под потолок не было да ну в данном случае вот слышно даже немножко задевает потолок в любом случае небольшой технологический зазором присутствует это нормально соответственно клиент хотел максимальную там герметизацию вот было установлен порог сверху и снизу и он полностью герметизировал эти технологический зазор вот это ноу-хау которое пришло к нам из специализированных дверей чаще всего такие пороги использовались в противопожарных дверях то есть коммерческих объектах но сейчас опять же по вашим запросам дизайнеров мы это применили в межкомнатных дверях это все да скрытый доводчик можно да то есть нет не в любую такие скрытые доводчики в основном идут при монтаже именно вот в каркас на щитовые двери в царговые будет сложно потому что скрытый доводчик он чаще всего врезается в полотно с ну сам этот механизм прячется и если у вас стандартные там полотна 600 700 ну и даже 800 его не получится врезать он если не ошибаюсь на 43 на 45 миллиметров вырезается и вы в шканты которые собирают дверь врежетесь поэтому только в каркас на щитовые а так без проблем конечно сейчас есть такие объекты в газпрому ставим там в директором в кабинет у них все 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 с такими доводчиками скрытыми это возможно с алюминиевый будет посложнее в алюминиевый установить да можно но в алюминиевый надо чтобы соответственно у монтажников то что это врезка идет не на заводе это врезка идет на объекте поэтому монтажников должны быть соответствующие фрезы по металлу вот да в первую очередь руки во вторую очередь фрезы к сожалению нет да да есть команда за за мальчиков к сожалению нет потому что это ну буквально с полгода назад наверно вот это вот появилось требование да ну пожелание вот об этих доводчиках и он чаще всего коммерческая поэтому в салоне к сожалению нет но идея хорошая я думаю что мы наверное ближайшее время сможем что-то подобное поставить нужно да но не классическое открывание и у нас есть так как какая щель вот у нас двери обратно открывается мы о какой щели сейчас речь нет только вот на 7 ну от себя я понял так уплотнители вы имеете ввиду скорее всего когда у нас просто ровная коробка и ровная дверь как раз в барных вот такая вот она ровная а ну когда в бар ну то в таких помещениях то как бы но звукоизоляция то не особо и требуется там у нее как раз больше функциональность дома вы навряд ли такое поставите себе поэтому тут другие задачи стоят конечно то есть в любом случае что в данном случае когда дверь идет реверсное обратно открывание что в двери прямого открывания да то есть у нас везде по периметру с вами идет уплотнитель вот он до мягонький в которой полотно упирается и герметизируется соответственно у нас с вами получается только технологический зазор снизу от которого мы опять же как уже проговорили можем уйти за счет либо порога гильотины либо классического порога еще один вариант исполнения оформления проема да есть это у нас есть короб slim вот такой это идет также алюминиевый короб он красится во все наши расцветки и он дает вот этот эффект тоненького наличника 22 миллиметра на самом деле это не наличник это прям вот целый вот короб это вот прям алюминий вот монтируется он тоже на черновом этапе двери но придает вот такой интересный вид вроде не широкими наличниками не скрытая дверь но вот такую интересную окантовочку вокруг полотна мы с вами можем получить он также бывает как прямого так и обратного открывания переходим к алюминиевым дверям если по коробам нет вопросов нужно смотрите здесь все зависит от покрытия но вот чтоб не ошибиться наверняка если мы говорим там про классические например двери вы берете минимум плюсом к полотну 80 миллиметров по ширине и 50 по высоте это вот минимальный размер проема у вас должен быть то есть если вы задумали что вас полотно допустим должно быть 900 на 2000 да то соответственно минимально проем у вас должен быть 980 на 2050 чтобы поставить обычную дверь вот у скрытых коробов и у дверей обратного открывания там чуть-чуть гуляют расстояние там нужно будет чуть-чуть побольше но я вам предлагаю не сидеть этими заниматься вы дизайнеры вы творчеством должны заниматься вот этими просчетами должны заниматься специализированные люди поэтому лучше обратиться в салон пригласить замерщика переложить на него всю ответственность за это да потому что им считать свои двери они знают лучше они все на месте померяют всем посчитают вы можете попросить опять же то есть вы нарисовали визуализацию да то есть придумали что у вас должны быть там вот такие двери здесь вот такие и так далее вы отправляете визуализацию опять же в салон говорите какого вам хотелось бы размера там двери и они для ваших специалистов дадут спецификацию ширина высота глубина и даже скажут какой у них есть люфт потому что у нас строители все время там сверху вот так снизу вот так вот поэтому все расстояния вам дадут специалисты да у фабрика профиль роз пожалуй самый обширный ассортимент по модельному ряду по расцветкам и по возможностям конструктива первое начнем с того что у нас есть алюминиевый ассортимент делится на два направления первое направление это двери с одинарным остеклением здесь используются триплексы стекла триплекс что такое стекло триплекс вы знаете или нужно напомнить напомнить что такое стекло триплекс то есть самого начала грис 3 да это сэндвич это два стекла и посередине у нас идет пленочка на который эти два стекла приклеиваются вот стекла могут быть разнообразные тонированные могут быть зеркала могут быть света пропускающие могут быть в принципе вообще прозрачны то есть это достаточно безопасные стекла в плане того что если в процессе эксплуатации что-то произошло вы его разбили стекла не разлетаются они остаются на пленочке поэтому достаточно безопасные и пользуются большой популярностью тех же мам кто переживает за своих детей вот это что касается стекла триплекс здесь у нас с вами несколько вариантов исполнения то есть у нас есть облегченные серии это серия g в x где идет достаточно тонкий алюминиевый профиль стекло вы выбираете уже сами и достаточно большое разнообразие рамок да ну назовем это так да вылетел сегодня слово из головы вот и на базе именно этих коллекций у нас делаются алюминиевые конструкции да которые могут быть с фрамугой могут быть раздвижные как в той части зала да и здесь вы можете поиграть как дизайнер да то есть вы можете выбрать там разнообразную конструкцию там с боковыми фрамугами с верхними разное на разное количество перемычек либо наоборот их отсутствие выбрать стекло выбрать расцветку и получить вообще что-то свое индивидуальное тем более данные конструкции они делаются полностью под размер заказчика то есть вы при присылаете ширину высоту глубину присылайте свои пожелания по цвету то есть от руки там нарисовали сколько вам там нужно этих перемычек фабрика вам присылает чертеж вы его согласовываете это производится и уже идет ну просто сборка на месте более того вот здесь можно еще поиграть с оформлением этих конструкций то здесь можно поставить в алюминиевый моноблок мы можем поставить эту конструкцию вскрытый короб и тогда ну по периметру этого вообще не будет можем поставить в короб с ним как вот здесь да сделать тоненькую окантовку и можем выбрать даже наличник у нас четыре вида наличников которые там есть просто гладкие как здесь плоские есть фигурные то есть все для творчества скажем так в этих алюминиевых дверях присутствует разнообразие размеров цветов форм и комплектации и вот очень важная фишка на которой хотел обратить внимание благодаря крутому оборудованию по покраске мы можем абсолютно всю нашу фурнитуру покрасить в любой фактический цвет ну вот здесь базовый да то есть вы видите что зеленая дверь фурнитура тоже идет зеленый петли мы здесь красить не стали чтобы показать как это может быть да это может быть там с черными петлями если черная фурнитура будет выглядеть вот так но по факту мы можем их также как ручки покрасить в зеленый в синий перламутровый цвет смотрите если мы говорим про рабочий элемент да то их мы можем до двух метров семьсот пятидесяти цельную вот такую дверь сделать два 750 вот ну сверху мы можем еще налепить с вами фрамугу еще метр два и по сути уйти в потолок сосед вот более того то есть если вы обратите внимание например именно на эту конструкцию до то он 2750 да да чуть чуть меньше трех получается метров у нас причем мы можем сделать фрамуги как монолитные не рабочие как допустим вот здесь показано верхней так и рабочий вариант то есть мы говорим про эту конструкцию да то есть у нас есть возможность просто бытовое использование если мы хотим занести туда более габаритную мебель да здесь мы отстегиваем ригели и и сделать проем вообще большой широкий то есть это тоже достаточно функционально но в то же время несмотря на то что это в конструкция подвижная ну то есть она в закрытом защелкнутом состоянии она полностью неподвижно не люфтит то есть такая достаточно хорошая продуманная конструкция здесь вот это первый вариант но есть одна особенность за счет того что профиль идет узкий под замок делается специальный карман под конкрет и в связи с этим ручки только вот такие пока то есть к этому надо быть готовым по форме вот это что касается конструкции с одинарным остеклением мы также можем здесь сделать зеркало это по сути вот точно такая же дверь просто без перемычек да и немножко с другим профилем то есть мы можем сделать ее зеркалом можем сделать с художественным стеклом вот как на перегородке да где у нас идет ромбик например да то здесь большой выбор этих вариаций серия gp то есть она идет тоже с одинарным остеклением здесь более сложный по архитектуре профиль идет то есть он более широкий ну здесь такое идея как бы как картина в багете да то есть и большое разнообразие вот таких разных декоративных вставок то есть она может быть без нее может быть вот с такой паутинка эта паутинка может быть во всю дверь есть там дерево и так далее ну то есть в каталоге на сайте можно посмотреть и по сути одна дверь за счет опять же стекол и декоративных вот этих элементов будет абсолютно разные теперь переходим к более интересным дверям эта серия от жен эта серия уже идет с двойным остеклением либо с исполнением в композитных алюминиевых панелей то есть она у нас есть вот в ревесной отделке есть под камень и собственно где стекло стекол тоже огромное разнообразие огромное разнообразие выкрасов профилей в чем ее преимущество сразу говорю все эти двери они ремонтопригодны то есть если вашего заказчика разбила стекло не нужно заказать на дверь все можно отреставрировать заказать отдельно стекло например и так далее данная конструкция также сборная разборная здесь идет два стекла стекла здесь идут уже не триплекс стекла здесь идут бронированная пленка с внутренней стороны то есть тоже если клиент умудрится его разобьет все повиснет на пленочкой а можно и разные да да можно заказать разные стекла либо разные композитные панели тем самым поиграть то есть варианты со стеклами здесь кстати уже возможно заказать двери остекленные до 2 750 также двери в композитных панелях можно заказать до трех метров ну это обусловлено именно просто размерами стекла потому что 2 750 максимально позволяет стеклу вот здесь идут уже очень интересные битровские замки они идут горизонтально то есть если здесь у нас идет вертикальный замок наверх здесь идет замок горизонтальный что тоже с точки зрения дизайна такое достаточно интересное решение когда у нас ручка и завертка идут не друг перед другом а в горизонте вот то есть этот замок облегчает визуально 2 ручки здесь также идут в комплекте идут скрытые петли то есть что касается вот вообще алюминиевых дверей это вот двери которые боятся только механики серьезные механики да то есть они не боятся влаги они не боятся перепадов температуры то есть их смело можно ставить даже в экстремальные условия там саунах например да где там помывочная или что-то еще эти двери будет себя прекрасно чувствует они не испугаются перепады температуры единственно нужно будет при таком использовании отдельно покупать шурупики ну то есть необычная которые как бы для вот таких экстремальных условий то что в комплекте идут обычные для бытовых но если вы решите где-то использовать двери выдержат надо будет только шурупы для крепления заказать дополнительно да и заржавели не разрушились процессе эксплуатации вариант с композитными панелями это очень интересная история композитные панели это сэндвич то есть в разрезе вот здесь видно это два листа алюминия посередине идет минеральная плита то есть это покрытие которое опять же не боится испугается только механические воздействия не боится температуры не боится влаги у нас есть заказчик который композитным панелем все душевую внутри за место плитки отдел это как бы ну то есть будет жизни пока не пока она не надоест пока не зацарапается вот это очень большие преимущества и соответственно мы предлагаем вам как двери в этих композитных панелях так и непосредственно сами панели да то есть которым можно облагородить пространство с дверями или без дверей отдельно они идут листами 3000 до 3000 на метр 20 по моему 1400 1300 до 33 на 1300 с таким большими листами покрытие опять же устойчивая но очень хорошо меняет форму то есть гнется да то есть вполне без дополнительной фурнитуры ну то есть без уголочков без всего этот лист можно загнуть под 90 градусов тем самым облагородить колонну без повреждения принта то есть он не растянется не побелеет и так далее вот ну практически камень то есть просто он спрессованы разными ну крошка там минералов нет ни смолы именно крошка каменная да да с полимером вот монтируется очень легко то есть фактически здесь не ошибаюсь жидкие гвозди да я приклеил то есть плане монтажа не надо выстраивать какие-то лаги там что-то еще да как часто бывает то есть по сути вы просто ее клеить и дальше она служит и живет хорошо есть вот как раз девушка смотрит есть вся фурнитура то есть соединительные уголки угловые уголки внутренние уголки если это необходимо но часто стыкуют и без них то есть просто в принципе рисунок да то есть поэтому тут уже по задумке все соединительные элементы также красятся во все наши цвета поэтому можно либо как здесь там подобрать в цвет кромки дверей до либо можно сделать что-то на контрасте поиграть и хотелось отдельно дать сделать акцент вот на двери серии м в чем ее особенность часто бывают пространство например гардеробные либо спальные комнаты когда нужно чтобы с лицевой стороны например у вас была какая-то отделка либо возможно дверь под покраску с обратной стороны это было зеркало вот есть у нас готовое решение это серия м вот соответственно вы можете зеркало либо внутри сделать либо снаружи три варианта зеркало у нас голубой вот как в той части зала зеркало gray вот как здесь представлена либо классическое зеркало то есть здесь вы уже можете а ну еще золотое зеркало недавно появилась вот соответственно не надо там придумывать не надо там приклеивать зеркала на двери вы просто заказываете эту дверь с внешней стороны вы можете выбрать вариант под отделку под покраску обои и так далее либо в любом из наших вариантов отделок ну то есть чтобы это у вас все совпадало с общей концепции поэтому имейте ввиду в резко естественно тоже вся идет уже на заводе до чтобы не дай бог монтажники что-то лишнее не пережали не перетянули и что плюс зеркало не лопнуло то есть вам приходит уже готовый продукт только установить остается к система открывания то есть у нас безусловно есть откатная дверь вдоль стены с видимой рельсы да так называемая купе этим сейчас ни у кого не удивишь по сути любой дверь можно поставить на рельсу я вам скажу про более интересные вещи система пенал тоже очень популярное решение которое сейчас используется то есть это когда у нас с вами дверь уезжает непосредственно стену до скрытые исполнения да там стоят доводчики то есть есть торцевые захваты то есть вариант насколько полотно будет уходить в кассету да это регулирует точнее монтажник согласовывает с вами регулирует то есть она может уходить полностью может немножко выступать на уровень тут уже по вашей задумке да и соответственно да везде стоят доводчики в обе стороны никакого дребезжания никаких хлопков нет более того кассеты под пеналы это именно наша разработка ну то что мы предлагаем они идут универсальные то есть вы покупаете одну кассету и она сразу вам позволяет установить полотно до 2 300 то есть не надо там разные покупать под под одну дверь одну до двух трехсот и есть второй вариант от двух трехсот до трех метров тоже такой удобный вариант более того здесь к сожалению это зашито уже да но в наших кассетах для пенала уже предусмотрены отверстия под стаканы для розеток и выключателей то есть не ничего придумывать то есть когда собирается пенал непосредственно монтажник уже зависимости от ваших требований устанавливает все отверстия под электрику под розетки да на том уровне на котором вам необходимо и когда уже конструкция зашивается гипсокартоном то есть просто в гипсокартоне делаются дырки все это устанавливается электрики очень счастливы потому что все уже кабель-каналы есть для того чтобы это все провести не надо ничего придумывать собирается очень быстро но по факту опытный монтажник соберет вам эту систему без отделки стен конечно минут за 30 40 здесь кирпич здесь кирпич блок там все что угодно то есть по факту у вас должна быть в данном случае как было то есть это вот свободная стена от этой стенки до этой стенки да здесь уже установили эти кассеты дальше просто гипсокартоном зашили то есть они фактически крепятся только клево к правой стене все вот ну желательно конечно чтобы они были не пустотелы то есть они пустотелы вам нужно будет их разобрать делать там закладные чтобы чтобы вас это все не выпало вот так же у нас есть вот здесь показано как раз очень здорово что они вы можете кассету зашить полностью и облагородить либо вот с этой стороны если вы потом подойдете посмотрите здесь есть возможность установить наличники если вы захотите их облагородить теми же наличниками что у вас остальные двери в пространстве то есть что все было в едином стиле здесь было одно пространство полностью то есть мы собрали только верхушку определили как бы ну какие у нас полотна здесь будут из фанеры верху собрали а вот тут уже собирали железную вот этот каркас кассету ее крепили к полу и к этой горизонтальной фангу как бы конструкции закладной вот с этой стороны с той стороны то есть получился такие как бы тут ну скелетом потом это все уже два листа гипсокартона с обеих сторон вот ну и полуку соответственно навешивались вопрос если например без демонтажа стены можно вообще установить данную конструкцию как резать кирпичную стену в стену или можно до приставной просто сложно представить как вы будете пробуриваться туда в стену ну как не да нет я просто вам и до приставной конечно то есть вы к любой стене это ставите то здесь зашиваете увеличиваться толщина стены да это возможно смотрите следующая интересная система она эта система magic это когда у нас идет раздвижная система без видимой рельсы да когда она ездит то здесь она бывает у нас в двух вариантах у нас есть возможность в двери традиционные каркасно-щитовые например вот как дверь под дерево который стоит за иваном да в нее мы можем врезать эту систему да и у нас будет вот цель на такое полотно без каких-то перемычек ездить это называется система magic да она также может быть высотой до трех метров и кататься вдоль стены без какой-то рельсы да там вот причем там мы у нас предусмотрена возможность регулировки расстояния от стены чтобы вы могли использовать не только алюминиевый плинтус который вровень со стеной а установите уже в том проеме где у вас идет более классический плинтус да там который идет 16 например 20 миллиметров по толщине вот это первое преимущество второе преимущество в случае когда в дверь внутрь двери мы не можем врезаться у нас есть система magic unique вот видите верху широкая черная вот эта полоска и снизу широкая черная полоска это вот как раз элементы системы которые просто сверху и снизу прикручиваются к полотну и полотно становится у у нас раздвижным да без рельс потом это просто крепится в проеме на роликах и на 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 слове божьем нет к стене да то есть на самом деле там раздвижной механизм 17 половиной сантиметров он все вот такой вот штучка которая монтируется перед проемом на нее навешивается полотно ну или в данном случае это сегу же собранная до система которая просто к полотну прикручивается и все да поэтому элемент очень классный причем его часто вот обыгрывают здесь мы обыграли что у нас приходит прямо в стену да то есть где-то это может там в рейке приходить в диван я думаю что отдельно такую систему можно привести но не у нас надо вообще такие системы бывают бывают и которые вперед полотно выдвигают знаешь такое как маршруточная дверь вот такая ну тип там не датчик там именно автоматизированы вот просто система вот ну здесь на ручном до приводе пока скажем так на российском рынке я пока такие но хау не встречал но я думаю что если поискать в европе то такое найти можно вопрос цены вот соответственно это тоже классное решение потому что раздвижные две двери опять же повторюсь и никого не удивишь да когда вот вот такая конструкция у вас там на стене висит видно рельсу и все остальное да а вот это уже как раз такая более интересная вещь которая ну многих заказчиков не оставит равнодушным которая ездит и делает пространство более минималистичным что ли вот без этих вещей к этой к этим вещам мы можем вам предложить также для облагораживания пространства делания его более функционально чтобы там можно было в любой момент сделать какое-то зонирование предложить вариант либо каскад как вот здесь да он может быть на 3 на 4 полотна он может быть двухсторонний чтобы в две стороны у вас эта вся история расходилась да то есть когда вы спокойненько на стену сложили у вас есть широкий проем когда нужно сделать оградиться там у другого пространства до можно будет сделать вот такие перегородки они также делаются под размер вашего проема в разумных пределах вот высотой до 2 750 ну и шириной соответственно максимальная вот такая конструкция может перекрыть проем до 4 метров вот ну то есть полу тысячи каждая створка ну вот как я говорил если мы вернемся к дверям скрытого монтажа они монтируются на черновом этапе то есть как раз на том этапе когда у вас есть возможность стену выровнять прямо да то есть в чистовой мы ее не поставим что касается в девяносто девяти девяти десятых случаев стены у нас какой бы прекрасный застройщик нет имеют определенные отклонения и проемы имеют отклонения то здесь мы придумали следующую историю если вы вот поближе подойдете например вот к этой двери вы увидите что у нас внутренней стороны наличника там есть прорезиненные специальная такая окантовка до которая позволяет адекватные отклонения которые у нас идут там в нормах нивелировать и тем самым ваша дверь будет стоять хорошо вот у многих кстати этого нет это первый плюс второе что касается подготовки самого проема да опять же лучше пригласить специалиста чтобы он приехал посмотрел на месте потому что ну застройщики разные сюрприз нам подкидывают но если мы говорим например про раздвижные двери то это конечно не должна быть конструкция там из гипсокартона то есть должна быть стена которая там из кирпича там сделано из блоков и так далее чтобы она выдержала вес конструкции если это у вас планируется постройка стены там из гипсокартона вы дополнительно что-то делаете вы просто заранее обращаетесь в салон да и они вам говорят какую закладную там нужно заранее сделать чтобы вам потом этот гипсокартон не откручивать ее не делать ну либо не отказываться от идеи поставить раздвижную дверь как я и говорил да то есть у нас здесь есть специальные элементы на наличник когда который позволяет вот это нивелировать вот эти вот адекватные неровности стены понятно если она у вас там уходит не знаю там на 10 сантиметров даже если какие-то в диагонали да то есть это да и скрывает неровности стены раз и либо позволяет установить на стены с фактурой да когда у вас задумано что там идет какая-то декоративная штукатурка с фактурами там либо плитка там кирпич вот этот фактурой до который делается большинстве своих когда в большинстве случаев у многих производителей когда вы устанавливаете дверь с наличником вас там получаются щели по бокам которые ну портят эффект нашем случае за счет того что есть вот эти вот пара резинные элементы и вот этот эффект парящего наличника он нивелирует вот эти неровности и дверь даже под непопулярным но тем не менее углом сбоку она выглядит идеально ну то есть примыкает неровным фактурам на стене было интересно полезно